Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Помимо отличного технического контента, который вы прямо сейчас получите, в компании «АвтоСтронг» 200 000 отличных запчастей по хорошей цене и с быстрой доставкой. Прямо сейчас мы пускаем в разбор популярный мотор Ford 1.6 Duratec. Встречаем! В 1991 году рядные бензиновые четверки Ford обзавелись маркетинговым брендом Z-Tec. Первые двигатели были с чугунным блоком и именовались Zeta. Выпускались они с начала 90-х и аж до 2005 года. В середине 90-х появились двигатели с алюминиевым блоком. Эти двигатели относятся к семейству Sigma. Но большинству владельцев автомобилей Ford данные двигатели известны под брендом Z-Tec S и Z-Tec SE. А в 2004 году данные двигатели переименовали в Duratec. У этого двигателя алюминиевый блок цилиндров, открытая рубашка охлаждения, чугунные гильзы. Ремонтных размеров цилиндропоршневой группы нет. Есть алюминиевый поддон. В приводе ГРМ зубчатый ремень, который приводит два распредвала. Гидрокомпенсаторов в этом двигателе нет. Видимо, это привет от компании Yamaha, которая участвовала в разработке этого двигателя. Среди одной из 6-литровых двигателей есть версия с двумя фазовращателями. Данные двигатели мощнее. Система изменения фаз газораспределения на таких двигателях именуется как TI-VCT. Данный двигатель устанавливали на такие автомобили, как Ford Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo, также на Volvo C30, S42 поколения и V50. Данный мотор и другие члены семейства Sigma устанавливались на Mazda 2. Сегодня мы будем разбирать мотор, снятый с Ford Focus 2007 года 1.6 в 100 л.с. Двигатель 1.6 имеет очень хорошую репутацию. Это надежный и совершенно не капризный двигатель, который без труда при своевременном обслуживании может пройти 400 тысяч километров. Сегодня мы обратим внимание на его немногочисленные слабые места и на важные особенности. Генераторы на многих автомобилях Ford оказались недолговечными. Многие успели отжить гарантийный срок, а затем сломаться. После проверки неисправных генераторов выясняются разнообразные причины их выхода из строя. То есть, оторванная масса, пробитый диодный мост, а также изношенные щетки. Также есть и специфическая для Ford неисправность особого блока управления генератором. Если генератор неисправен, то он во многих случаях не заряжает АКБ вообще, либо же напряжение зарядки слишком сильное. Генератор хорошо поддается ремонту. Также можно приобрести отличный генератор в «АвтоСтронг». Бензонасос на Ford Focus также не очень надежен и вызывает хлопоты у владельцев. Первые признаки проблем с бензонасосом – это рывки при разгоне. Также двигатель плохо запускается в жару при малом количестве бензина. В первую очередь в бензонасосе засоряются два фильтра. Первый фильтр – это грубая очистка, то есть сеточка, которая установлена на топливозаборнике. Второй фильтр – тонкая очистка, которая установлена в бензонасосе. Оба оригинальных фильтров идут в сборе с бензонасосом. Но уже хватает заменителей, которые можно имплантировать, то есть заменить загрязнившиеся фильтры. Но такая замена имеет смысл, если моторчик бензонасоса жив. Но в большинстве случаев приходится менять бензонасос в сборе. Бензонасос в сборе новый, стоит 170 долларов. Но, естественно, можно найти прекрасный бэушный бензонасос подешевле. Для замены данного бензонасоса надо снимать бензобак. Но есть и другое решение, то есть вырезание люка в кузове под задним сидением. Дело в том, что производитель просто не предусмотрел штатного люка для доступа к бензонасосу. Стартер частенько является причиной того, что двигатель не запускается, точнее совсем не крутит. Причина этому может быть втягивающее реле, которое на автомобилях Ford не отличается надежностью, а также изношенный бензон, который не вступает в зацепление с маховиком. В таких случаях двигатель удается запустить через несколько попыток. Стартер ремонтируется, но также можно купить отличный бэушный стартер. На ранних двигателях 1.6 очень часто и рано обнаружилось течь масла по заднему сальнику коленвала. Для замены качественной на улучшенный сальник требовалось снимать масляный поддон, но в большинстве моторов задний сальник коленвала меняли по гарантии. Также внимание требует и прокладка клапанной крышки, которая тоже может дать течь маслом. Поздние версии двигателя 1.6 Duratec были оснащены электронной дроссельной заслонкой. У этой дроссельной заслонки есть один слабый элемент – это датчик ее положения. Бытует мнение, что много датчиков, которые были выпущены до 2008 года, были бракованы. Интересно, что данный датчик продается по оригиналу как отдельная деталь, что сэкономило немало нервов и времени владельцам автомобилей Ford. Данный датчик стоит по оригиналу 100 долларов. При неисправности этого датчика появляется ошибка 2135. Двигатель очень вяло слушается педаль акселератора. Ну а сегодня в разборке данного надежного двигателя нам будет помогать столь же надежный разборщик Николай. Итак, встречаем. Мы начинаем нашу разборочку. До 2010 года форсунки становились жертвами некачественного топлива. Они засорялись, возникали проблемы в нестабильной работе двигателя, а также в повышенном расходе топлива. Данные форсунки неплохо чистятся спецсредствами. Ультразвуком их лучше не чистить, потому что это их полностью может вывести из строя. Двигатель 1.6 оснащен единственной сдвоенной катушкой зажигания. Эта катушка служит долго и никаких проблем не вызывает. По сути, она выходит из строя из-за старости, когда ее корпус трескается и искра пробивает на массу, а не на свечи зажигания. Пробои мимо свечей начинаются по мере прогрева корпуса катушки. То есть пропуски зажигания и сопутствующие проблемы в виде провала мощности и дерганий начинаются именно на прогретом двигателе. Если катушка визуально целая, но есть подозрения на ее неисправность, то следует измерить сопротивление вторичной обмотки. Сопротивление вторичной обмотки измеряется мультиметром, попарно в выводах 2,3,1,4. Сопротивление здоровой обмотки от 8 до 9 кОм. Обратите внимание на вот эти отливы в крышке кожуха ГРМ. Они сделаны под фазовращатели. Разумеется, в данном двигателе фазовращателей нет, а есть они в другом двигателе, маркировка которого TI-VCT. Ремень ГРМ стоит менять каждые 120 тысяч километров. Замена ремня ГРМ никаких сложностей не вызывает. Для этого распредвалы и коленвал надо выставить в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Распредвалы фиксируются по прорезям в их задней части, а коленвал фиксируется штифтом через отверстие в блоке. При замене ремня ГРМ стоит внимательно осмотреть или даже заменить помпу системы охлаждения, потому что было немало случаев, что она начинала течь после несколько десятков тысяч километров после замены ремня ГРМ. Производитель не регламентирует интервал замены и регулировки тепловых зазоров. Как правило, двигатель 1.6 Duratec очень хорошо и долго сохраняет номинальные тепловые зазоры. Но при любом удобном случае надо зазоры прощупать. Номинальные зазоры для выпускных клапанов 0,34 миллиметра, для впускных 0,20 миллиметра, допуск плюс-минус 0,03 миллиметра. Если зазоры немного увеличатся, то работа двигателя изменится незначительно. То есть появится лишний шум, может появиться, а также упадет мощность. А вот если зазоры уменьшатся и клапаны будут поджаты, это может привести к подгоранию клапанов, а также к падению компрессии. Тепловые зазоры регулируются самым неудобным способом – подбором толкателей. Причем размер толкателей можно узнать после снятия двух распредвалов и вынимания старых толкателей. Если говорить о состоянии, то износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. Визуально в камерах сгорания все чистенько и сухо. Каких-либо проблем с данной ГБЦ не случается. Блок у данного двигателя алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения, по состоянию хон отличный и небольшой нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие двигатели 1.6 Duratec к пробегу в 50 тысяч километров начинали работать с подозрительным штуком либо шорохом. Стук был отчетливо слышен на холодном двигателе, а по мере прогрева двигателя он становился заметно тише и исчезал. Как выяснилось, это стучат поршни при перекладке. Причем на поздних двигателях 1.6 Duratec характер шума изменился. Уже стучали не юбки, а стучали поршневые пальцы. На них в местах посадки на поршни образовывались канавки. На практике ни стук поршней при перекладке, ни стук поршневых пальцев никак не отразились на ресурсе данного двигателя. Ни один двигатель не заклинил и не стал жрать масло литрами. Если говорить по состоянию, то шатунные вкладыши в хорошем состоянии, коренные вкладыши изношены основательно. Стоит отметить, что на поршнях масло выпало нагаром на жаровом поясе, соответственно залегли все маслосъемные кольца. Коленвал визуально выглядит неплохо. Для тех, кому интересно, масло-форсунок в данном двигателе нет. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали простой и надежный двигатель. Обслуживайте его регулярно и хорошо. Он будет служить вам сотни тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео. Обязательно заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, скачайте наш стикер-пак в Telegram. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».